Приветствую вас! Вы пишете о том, что коллега несколько раз в своем обращении к вам указывал на то, что хочет провести с вами ночь в контексте рабочих отношений. Конечно, вам правильно в тексте, вам правильно в своем ответе. Указали коллеги на то, что очень важно, с какой интонацией, с каким эмоциональным оттенком человек произнес то, что вы приводите, то, что вы цитируете. Но можно сказать совершенно определенно несколько важных вещей. Во-первых, действительно, с точки зрения психоанализа, когда мужчина говорит женщине о том, что все ночи там будем что-то делать, это, конечно, определенный переход на личные границы, в личные отношения. И это может быть подспорное желание провести именно женщины ночь. Но важно, чтобы вы не думали о том, что эта речь идет обязательно у вас. То есть, что именно с вами он хочет провести ночь. Вполне может быть такая ситуация, что мужчина просто хотел бы провести ночь с женщиной, потому что давно уже у него никого не было, он одинок, или что-то в этом роде. И вы для него, это как бы такой предмет его неосознанных желаний. К вам он может быть ничего не чувствует такого, или считает, что между вами это невозможно в силу ряда причин, но именно его неосознанные желания толкают его на такие вот фразы. При этом, если его спросить самого, что значит то, что он говорит, вполне вероятно, он вам этого не скажет. То есть, он не сможет объяснить, почему он сказал именно то, что сказал. Почему он сказал именно свою фразу так, почему он выразил ее именно так, ну и так далее. И в этом контексте вам важно не ждать ничего такого сверхъестественного, сверхвластного от него. Слова в данном случае это просто слова и не более того. Это вот, по сути, первый важный момент, который я хочу вам сказать. Второй момент заключается в том, что мужчина очень может быть, опять-таки это может быть, потому что здесь все зависит от того, с какой интонацией он все-таки это произносил, с какой интонацией он все-таки говорил и так далее. Так вот, вполне может быть, что мужчина пытается таким образом с вами сблизиться. То есть, вполне может быть, что мужчина таким образом хочет быть к вам ближе и использует вот такие вот моменты для того, чтобы все-таки стать вам кем-то. То есть, не тем, кто он сейчас для вас, да, а именно кем-то другим, например, там, кем-то более близким, чем он есть сейчас, вот в этот момент. И в таком случае это не единственный для него момент проявления к вам эмоций, не единственный момент проявления к вам такого вот желания сблизиться. То есть, скорее всего, это было еще. То есть, такие моменты, они, скорее всего, не единственные. То есть, есть что-то еще у него указывающее на то, что он хотел бы с вами быть более близким, чем есть сейчас. И, наконец, третий момент. Третий момент вообще, как бы, берет свое начало из аппаратов речи. То есть, вполне может быть, что мужчина просто-напросто использует такие слова, что это просто вот что, всю ночь, там, будем с тобой там что-то делать, считать и так далее, просто как описание временного периода того, что будет между вами происходить. То есть, ну вот, например, у вас смена, у него смена заканчивается, у вас смена, соответственно, начинается. Это значит что? Что в ночное время вы, как бы, вместе находитесь. И мужчина, вполне вероятно, просто-напросто, ничего не подозревая, о чем, о ком не думая, говорит о том, что всю ночь вы будете вместе, всю ночь вы будете что-то делать. То есть, это такое вот определение временных рамок, если угодно. И в этом случае его слова ничего не значат совершенно. Потому что, объективно, он даже, мужчина, даже не осознает, что говорит что-то такое, что вас как-то там цепляет, там, задевает и прочее. И в этом случае уже гораздо важнее не то, что он думает, не то, что он, там, говорит, не то, что он, там, как-то проявляет себя по отношению к вам. А здесь уже важно скорее то, что вы сами чувствуете по отношению к мужчине, что вы сами хотите. Ведь, что бы мы вам не сказали здесь, в конечном итоге, это просто слова, и это просто интерпретация того, что вы сказали. Но вы, вы это сказали достаточно субъективную вещь, субъективную вещь, вы сказали то, что вам видится, то, как вам видится ситуация, которую вы нам описали. Но очень может быть, что эта ситуация, которую вы нам описали, совершенно другая. А может быть, она не сколько другая, сколько надуманная вами. И чтобы эту надуманность убрать, а ее можно убрать, эту надуманность, чтобы эту надуманность убрать, вам нужно самой сделать первый шаг, как ни странно, и показать мужчине, что вы, в общем-то, к нему не равнодушны. Показать ему, что вы не против сблизиться с ним, показать, что вы не против вступительным отношениям, какие-то другие, кроме рабочих. И тогда, то есть, весь вопрос заключается в том, хотите ли вы этого или нет. Если хотите, то нужно это смело делать. Потому что, вполне вероятно, что мужчина просто-напросто уверен, что надуман быть ничего не может. Ну, а если вам не хочется, если вы, например, считаете для себя подобные вещи вообще невозможными, неподволительными, или, например, у вас есть, допустим, супруг или молодой человек, и вы как бы не свободны, то здесь, в этом случае, чтобы не было каких-то вот недопониманий, а они могут быть, потому что мужчина вполне может надеяться на то, что у вас что-то с ним получится. Так вот, в этом случае вам нужно просто мужчине сказать о том, что у вас есть или, так знаете, скользь, или как-то еще, то есть, что зависит от вашего желания. Вообще, вы можете просто, используя, так сказать, случай, используя момент, просто-напросто донести до него, дать ему понять, что вы не свободны, что у вас есть, как бы, любимый человек, что вы не готовы к тому, чтобы выступать с ним в отношениях, какие бы то ни было. То есть, по сути, вы лишите его надежды, ненужной надежды, ложной надежды, которая, возможно, симулирует его к тому, чтобы вести себя с вами именно так, как он это делает сейчас. То есть, как вы, я надеюсь, понимаете, многое, очень многое зависит еще и от вас. Как вы сами видите отношения, как вы сами их воспринимаете, так вам и нужно действовать. Вообще, заканчивая свой ответ, мне бы хотелось дать такую рекомендацию небольшую, чтобы вы не увлекались такими вот вещами, знаете, как недомовки какие-то, да, намерки, полусномерки и так далее. Старайтесь стремиться к тому, чтобы все было вообще предельно ясно, предельно понятно, чтобы не было никаких возможностей интерпретации того, что с вами происходит. Потому что любая интерпретация – это всегда возможность ошибиться. И, как ни странно, из-за того, что есть возможность ошибиться, существует риск как раз-таки того, что вы испортите, возможно, хорошие, возможно, совершенно искренние отношения с человеком. А этого делать, конечно, не нужно, потому что хороших людей, которые бы искренне относились бы к вам, да и вообще к каждому конкретному человеку, не даст много и их нужно ценить. Даже если они, как-то вот, не дают нам то, чего бы лично нам хотелось, допустим. Поэтому, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего доброго и удачи.